С наступлением нового учебного года в силу вступит закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Согласно закону, программы фильмы и мультфильмы будут поделены на возрастные категории. 16 плюс и 18 плюс. Теперь такие маркировки будут стоять не только на дисках с фильмами и компьютерными играми. Подробнее в нашем сюжете. Федеральный закон вызвал массу мнений и рассуждений. Интернет-блогеры утверждают, что на этой волне и наши любимые советские мультфильмы могут попасть в категорию 18 плюс. И посмотреть их можно будет только после 23 часов. А все потому, что в пятой статье указаны виды информации, которые могут причинить вред здоровью или развитию детей. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация, которая способна вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную или спиртосодержащую продукцию. И это только часть ограничений. Получается, всеми любимый волк из «Ну, погоди», тоже отрицательный герой. Он курит и постоянно преследует зайца. Но если так рассуждать, то и множество других мультфильмов можно запретить или показывать только определенной возрастной категории. Так, Роскомнадзор предлагает с 1 сентября значками ориентировать зрителей для просмотра программы. Мы решили проверить, как российские каналы готовы к вступлению нового закона. Покупаем программу. В телепрограмме возрастные марки уже указывают, кому разрешено смотреть ту или иную передачу. Смотреть 6, 12 или 18+, решают не только дети, но и родители, которые должны следить за своим ребенком. Вы знаете, сейчас показывают очень много взрослых фильмов с элементами ротики. Очень много таких фильмов. Нет, это совершенно нельзя. Это показывают ребенку. В мультфильме, вот иностранные мультфильмы, очень есть жестокие мультфильмы. Жесткие. Вы же наши Винни-Пух показывали. Да, то, что добрые. Наши русские мультфильмы очень добрые. Союз мультфильм очень добрый мультфильм. Ну, вот этот вот Леопольд, Винни-Пух. Мы старое поколение не разрешаем. Мы сами этого не видели и стараемся, чтобы этого не смотрели дети. Вот так. На хорошее хорошо посмотреть. Современно, чтобы так и не вульгарно. А сейчас что? Только смотреть одну вульгарность. А с 12 сейчас вообще невозможно. И что такое? Это что такое? Мультики, развлекательные программы. Вот для... Вот у нас есть «Круссель» сейчас, вот «Мультимания». Вот такие вот детские фильмы. Для развития, да? Да, для развития. Скажи, а что вот ты вообще любишь смотреть? Ну, я люблю вот этот бантен и вот это. Я только люблю бантен смотреть. А что это такое? Мультик, он там превращается во всех героях. Спасает мир, все делает, добро. Закон направлен на защиту детей от информации, которая каким-либо образом может навредить ребенку. В интернет-СМИ очень активно обсуждают, что могут попасть под ограничения наши русские мультфильмы. Действительно ли Маша и Медведь, Лунтик, ну погоди, Чебурашка и Карлсон могут причинить вред? За мнением мы обратились к детскому психологу. Вступает в силу закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Очень хорошо звучит закон. Такой закон нужен вообще. Потому что наши дети, они действительно не защищены. Интернет, телевизор, дети смотрят все, что хотят. Рекламные ролики, передачи, чрезвычайные происшествия, новости. И все это на детскую психику сваливается, ребенок не знает, как с этим разобраться. Насчет мультиков наших советских могу сказать так. Допустим, мультик «Ну погоди». Мультик «Винни-Пух», «Крокодил Гена», «Чебурашка». Еще там ряд советских мультфильмов, нами любимых, они негативного влияния на психику ребенка не оказывают. Это мое такое личное мнение. Потому что, допустим, в интернете там информация такая, что в мультике «Ну погоди». Волк очень часто курит, да, вокруг него дым, такой ассоциальный герой, да, Волк. Но Волк же негативный персонаж, правильно, в этом мультике. Положительный персонаж – заяц, он этим не занимается, а Волк – он негативный персонаж. То есть это персонаж, с которого пример детям брать, естественно, не нужно. Отнесут ли наши добрые советские мультики к 6, 12 или 18+, или их признают культурной ценностью, решат поправки к закону, которые выйдут не ранее, чем через месяц. Но ясно одно, что вредную информацию дети получают не только из телевизора и интернета. Проблема намного шире, проблема у общества в целом. И вряд ли ее можно решить одними только ограничениями. Юлия Князева, Сергей Томахин, Новости ТВ, Рассказыва. Что просто не могу жить без нашего простокваша.